Новосибирск О войне без прикрас Цикл лекций о Великой Отечественной читают в Музее Новосибирска 50-метровый бассейн неподалеку от центра города Откроют через два года Там создадут условия и для тренировок олимпийцев И для занятий массовым спортом Новое здание возведут на фундаменте бассейна Sky Его стены сегодня сносят На месте побывал Александр Сульдин Бассейн спортивного клуба армии на Воинской пустовал много лет Его решили возродить, но конструкции обветшали Старые конструкции здания идут под снос Экспертиза подтвердила, они больше не пригодны к эксплуатации Вскоре здесь останется только фундамент Который, впрочем, тоже усилят и к нему добавят новые сваи На старом фундаменте возведут новое здание Это позволит сэкономить на работах При конструкции она всегда отличается своей непредсказуемостью Здесь почему? Потому что вскрытие только обычно показывает Какие еще объемы дополнительной работы возникают В бассейне будет 8 дорожек длиной в полсотни метров Их можно будет делить на две части поперек чаши Специальной платформой получится 16 дистанций короткой воды Платформа будет подниматься со дна и опускаться на дно Новейшее оборудование, система водоподготовки Первый этаж с кладной группой, раздевалками и выходом на бассейн Соответственно, также залы, два спортивных зала Деньги на строительство нашли и средства поступили в рамках нацпроекта «Демография» На новое здание потратят 900 миллионов рублей Мы через месяц приступим уже к испытанию свай, которые у нас на сегодняшний день требуют все-таки Ну, здание простояло достаточно долго, поэтому на сегодняшний день нам необходимо постраховаться И после этого мы приступим к строению Где-то середина 2023 года мы должны ввести в эксплуатацию Однако подрядчик у нас достаточно серьезный, который построил много социальных объектов Поэтому я думаю, что мы сдвинем сроки на конец 2022 года Сергей Ахапов, самый быстрый человек, передвигающийся по воде без помощи механизмов По версии книги рекордов Гиннеса, сам здесь тренировался С появлением этого плавательного бассейна практически в центре города Мы получим и новых ребятишек, мальчишек и девчонок, которые придут в спортивные секции Ну и надеемся, что этот бассейн воспитает новых членов сборных команд Как по плаванию, так и по подводному спорту, новых олимпийцев Это будет второй 50-метровый бассейн в Новосибирске По расчетам здесь могут заниматься по 90 спортсменов каждый час Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости В Новосибирске выбирают подрядчиков для ремонта дорог Больше одного миллиарда рублей потратят на обновление и реконструкцию магистрали А для уборки дорог в ближайшее время закупят современную технику Подробнее о новшествах в транспортной инфраструктуре Александр Потенихин Конкурс по определению подрядчиков для ремонта дорог объявлен Пока в списке 20 объектов Еще два контракта подпишут в ближайшее время На улицах Сибиряков-Гвардейцев, Хилокская и Волочаевская проведут комплексный ремонт Объем освоенных денег по БКД составил 1 миллиард 759 миллионов То есть нам выделили дополнительные средства 203 миллиона в феврале Потом мы добавили своих еще, как софинансированные И 359 миллионов нам выделили еще летом На эти деньги в прошлый год обновили почти 45 километров дорог Анатолий Локоть ставит задачу Ремонт должен быть еще масштабнее Мы сумели выполнить больший объем работ, чем тот, который планировали Нужно еще больше Этого не хватает Все равно наши мощности и масштабы города Новосибирска Таковы, что надо больше тратить на содержание дорог, на ремонт их Национальный проект безопасной и качественной автодороги теперь позволяют обновлять пассажирский транспорт В этом году город получит 40 автобусов Со всеми перевозчиками скоро будут заключать муниципальные контракты Главное условие – работа по графику до позднего вечера В качестве пилотного проекта в 2020 году на контрактную систему был переведен автобусный маршрут номер 54 В рамках данного контракта была отработана технология сбора средств и взаиморасчетов с подрядчиком Механизмы контроля за исполнением контракта и применение штрафных санкций Для уборки снега дорожники закупят 8 коммунальных машин, 12 погрузчиков, грейдер и лаповый снегопогрузчик Первые поставки уже в апреле Новая техника поможет эффективнее работать с противогололедной смесью Объем техники, которая способна распределять современный противогололедный материал у нас повысится Я думаю, мы объемы закупок этого материала увеличим И площади, которые мы будем обрабатывать современным противогололедным материалом На следующий год мы тоже увеличим А чтобы снизить нагрузку на городскую технику, уборку снега в некоторых районах доверят бизнесу Скоро на обслуживание дорог в Пашино заключат договор аутсорсинга Александр Потенихин и Олег Ролевец, Новосибирские новости Зайльцовский парк и скверы города планируют благоустроить в этом году Высадят новые деревья, создадут малоархитектурные формы, добавят освещение и скамейки, облагородят тропинки Деревья, как и любой другой живой организм, требуют ухода И, соответственно, прежде чем приступать к работам по благоустройству, мы проводим оценку зеленых насаждений То есть смотрим, в каком они состоянии, требуют ли они сноса, обрезки, либо их замены И поэтому, когда вы видите работы по зеленке, не пугайтесь Это мы делаем не во вред, а во благо зеленым насаждениям В планах благоустройства и городских лесов Здесь хотят проложить дороги, сделать минерализивные полосы, чтобы избежать крупных пожаров, убрать аварийные деревья Муниципалитет планирует работать вместе со специалистами Центрального сибирского ботсада Научные сотрудники вносят свои предложения Одно из них – сделать упор не на новые растения, а максимально сохранять старые Аварийные и больные убрать, за остальными правильно ухаживать Это дешевле всего Эти леса тысячелетиями приспосабливались к этим условиям Это сложившаяся экосистема, которая имеет свои внутренние механизмы регуляции И если мы просто будем нормировать нагрузку, она сама справится В отличие от какого-нибудь высокоорганизованного парка, например, Версаля в Париже На который тратятся огромные деньги для его постоянного поддержания в той форме, в которой он есть Другая вещь очень важная – создавать такие островки внутри И прививать представление об уникальности и ценности местной природы Место под новый приют для бездомных собак в Новосибирске начнут искать весной Жители частного сектора в Кировском районе жалуются на бродячих псов Некоторые предлагают ужесточить ответственность хозяев за содержание животных Местные законодатели готовы помочь найти выход из ситуации Теперь предстоит проработать детали. Подробнее Татьяна Кияева Голодные и злые. В Бронном переулке беспризорные собаки нападают на людей Две недели назад покусали девочек, которые после школы возвращались домой Зачастую местные жители переезжают из частных домов, многоквартирные и оставляют своих питомцев на улице Да, я люблю животных, я люблю собак, я люблю... У меня овчарка у самой Но если человек взял, он должен за нее ответственность какую-то нести Если он не несет, значит его надо наказывать В частном секторе собак нередко отпускают свободно бегать, хотя делать этого по закону нельзя Хозяин должен выгуливать пса на поводке и в наморднике Ребенок позвонил маме и говорит, я не могу пройти, тут собака, я боюсь Хотя с этой собакой рядом была жительница, которая чистила снег Мама пришла встречать ребенка, сделала замечание этой хозяйке, собаке Но она никак не отреагировала И когда мама начала разговаривать, то есть собака кинулась на нее На что хозяйка собаки ответила, что она же не покусала ребенка, а что на вас кинулась, значит вы себя неправильно вели Собаки бездомные с рождения человека не знают и боятся его Хозяйские псы ведут себя иначе и могут быть даже опаснее Их всегда нужно держать под присмотром Статистика по-прежнему показывает, что две трети всех пакусов совершают именно владельческие животные И здесь возможно предстоит работать как раз с депутатами Нужна будет ваша помощь с теми, у кого частный сектор находится непосредственно контролем Потому что иногда носить информацию до владельцев просто необходимо О разномалове ответственности и соответственно о пунктах входной стерилизации Отловленных безнадзорных собак отправляют в Центр по проблемам домашних животных Там четвероногих прививают, стерилизуют и чипируют Если они не проявляют агрессию к человеку, то их возвращают на прежнее место обитания Не выпускают только щенков и старых псов В Новосибирской области больше 35 тысяч бездомных собак Мест для всех в Центре по проблемам домашних животных нет Весной будут искать место для нового большого приюта Готов помогать все цело Поэтому давайте прям две сновы Как только будет понятно, что там соответствует участок и соответствует Если нормально, пожалуйста, выходите на меня Мы организуем совещание И будем как бы это просто решать и двигать его Это просто для нашего крупного города, новую юную На столице Сибири будет достойно, что у нас нет современного приюта Горожане просят депутатов изменить законодательство И ужесточить требования к содержанию животных Чтобы бездомных и опасных собак на улицах Новосибирска стало меньше Татьяна Кияева, Олег Ролевец, Новосибирские новости Привлечь больше туристов планируют в Новосибирске Для этого хотят создать специальный интернет-ресурс На нем будут размещать информацию о местных достопримечательностях Анонсы интересных событий и другие полезные сведения Креативная индустрия То есть когда вот то, что есть в нашем городе креативного Должно и помогать городу зарабатывать Мы должны привлекать к себе людей Люди должны к нам приезжать, учиться Надеюсь оставаться здесь Мы же хотим, чтобы наш город развивался И самые лучшие силы не только всей Сибири Но и с России к нам приезжали, жили и развивали наш город Создать комфортные условия для туристов необходимо В 22-м году Новосибирск станет столицей празднования Нового года В 23-м примет молодежный чемпионат мира по хоккею В Новосибирске можно развивать не только событийный Но и научно-медицинский промышленный туризм Еще одна важная задача Создать службу экстренной психологической помощи Планируют, что это будет онлайн-платформа Где можно получить помощь и консультацию Действительно сейчас огромное количество молодежи Да и мы с вами Если честно, работаем в интернате Поэтому мы считаем, что нужно как раз создать службу Которая может быстро сегментировать Кому на телефон доверия, кому в интернет И есть такие прецеденты, когда мы понимаем Что нужно решить задачу здесь и сейчас Это не глубокий психологический кризис У человека произошло дома, например, ссор И нужно вот задать вопрос О войне без прикрас расскажут в музее Новосибирска Здесь начинают циклы лекции о жизни нашего города Во время Великой Отечественной Как был устроен быт, как люди помогали беженцам, жильем и теплой одеждой Реальная история от очевидцев тех событий На первые лекции под названием «Война. Коробка памяти» Побывала Виола Янголь Оксана слышала о Великой Отечественной от дедушки Он прошел всю войну, награжден медалями и орденами Но рассказывать о боях не любил Всегда отшучивался, скрывая слезы Сейчас Оксана пытается узнать больше о тех событиях Эта выставка заинтересовала тем, что она о Великой Отечественной войне Обычно нам много рассказывают о том, что происходило на фронтах А я так поняла, эта выставка будет именно о том, что было в городе Во время Великой Отечественной войны Вот эта тема, ну как бы интересна Мне интересно, что здесь было раньше В Новосибирске производили боеприпасы Сюда привозили картины и музейные экспонаты из Ленинграда О ежедневной жизни новосибирцев в те годы не пишут в учебниках по истории Именно этой теме посвящен цикл лекций в музее Новосибирска Посетителям покажут кинохронику Они услышат истории горожан, как принимали у себя дома беженцев Как помогали найти теплую одежду и как делились едой Очень хочется через вот эти живые воспоминания показать людям эту жизнь Я думаю, что это интересно будет не только простым людям Это может быть интересным преподавателям и вузов, и школ Чтобы они могли передать детям, что война это не только парад Это не только красивые салюты, как сейчас думает молодежь Это тяжелейший труд, ежедневный труд с множеством разных ограничений Сейчас в музее Новосибирска работают еще две выставки «Мода из комода» и «Посуда доброй старины» Все эти выставки объединяют то, что они о нашем городе Рассказывают о разных этапах его развития Представляют предметы, напрямую связанные с Новосибирском Или эти предметы стояли на столах наших новониколаевских, новосибирских семей Или, возможно, сейчас принадлежат новосибирским коллекционерам Такие лекции будут устраивать до конца года Расписания, где и когда их можно услышать в социальных сетях музея Новосибирска Виола Янголь, Дмитрий Кан, Новосибирские новости Абстрактная живопись в Новосибирске Новая выставка в Центре культуры ЦК-19 Публике представили работы известной художницы Тамары Грицук Ее абстрактные полотна оказывают мощное эмоциональное воздействие на публику В этом убедилась Вероника Иванова Эта выставка действительно долгожданная Из-за пандемии ее приходилось переносить Экспозиция объединяет больше полусотни произведений Тамары Грицук Впервые публика увидит картины последних лет В частности, форматные большие работы 2018 года, которые мы видим на заднем плане со мной То можно понять, что такой формат Тамара Николаевна любит, она его охватывает, делает, но это не является большей частью экспозиции Они выставлены как изюминки, как какие-то определенные акценты Это картины 2018-го, перемена мест и порознь Для каждой выставки у меня в составе выставки всегда есть крупные работы В мастерской у меня стоят три новых халста для большой работы Вот это будет в будущем Одна не закончена, но в общем надо дальше двигаться как-то Критики, коллекционеры и кураторы видят в Тамаре продолжательницу традиций новосибирского абстракционизма Она обладает самодостаточным языком, чутким к цвету, ритму и фактуре Работы Тамары Грицук есть в Новосибирском государственном художественном музее, Новокузнецком музее изобразительных искусств и других галереях страны Немало работ хранят и частные собрания в Австралии, Германии, США, Финляндии, Южной Корее и Японии Я считаю, что это такой подарок не только нам и всему городу, потому что это большая персональная выставка Художник, который очень известен не только у нас в Новосибирске, в России, но и за рубежом И посмотреть работы за последние шесть лет, то есть это прям такая колоссальная, хорошая работа проведена И все это увидеть вместе в одном зале, это конечно дорогого стоит Увидеть картины Тамары Грицук можно до конца февраля В планах и несколько экскурсий и арт-медиаций Общественных обсуждений они позволяют сформировать у публики собственное мнение о представленных работах Дату и время можно узнать на сайте центра Вероника Иванова и Олег Кролевец, Новосибирские новости Актуальные новости каждые полчаса на радио «Городская волна», частота 101,4 FM А на сайте nsknews.info читайте интервью с заведующим, онкологическим отделением областного онкодиспансера, онкогинекологом и хирургом На этом все, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok